Три, два, один, это все в КАЗ-ТВ. Ладно, я продолжаю нашу тему. Открываем бизнес. Разумеется парикмахерская. Чего ты возьми? И маршрут. Каналин. Да, да. И чертей. Дорогие подписчики. Ну, помните, вы когда-то, даны-дану, буквально месяца назад записали видосик, как вообще открыть бизнес и меньше 100 тысяч рублей в кармане. На самом деле, мы пока еще не вышли, но приближаемся к этой отметке. Но пока еще не запустили этот проект. Есть определенные сложности, нюансы. И мы сейчас очень быстренько о них расскажем. Во-первых, три недели назад мы подали заявку в агентство экспонтации «Недвижемся». Вон туда, если вы покрутите камеру, он там есть здоровый ответ, вентиляционный газ, там воздуха вообще не идет. Но у нас есть решение по этому поводу. Но мы ждем, когда все-таки нам прочистят, пробьют вентиляцию. Это все денежки? Это все денежки. Она не запускается. Да, она не запускается. То есть мы потратим сейчас на аренду, хотя она не очень большая, но мы тратим деньги на аренду. И в принципе, у нас есть уже техническое решение по обходу этой сложившейся ситуации. Это один момент. Надо только бодрить, а агентство экспонтации «Недвижимости». У них такие классные специалисты. Правда, мы и дождаться не можем. Да, один такой момент. Теперь по мебели. Вот знаете, вот вообще в этой комнате, вот мы массаж еще просто параллельно уже, в принципе, на выходе, да? То есть там, мы быстрее все это закончили, завершили, чем получилось здесь. Например, с мебелью. Здесь должны быть зеркала, не зеркала, а стекла. Так, то есть вроде бы должны были прийти нормальные стекла, но в итоге это самое, где-то они там что-то треснули, вроде пришлось бы не заказать. Вот, один момент. Второй момент с этим зеркалом. В итоге здесь должно меняться освещение, в итоге оно не меняется. Сказали поменять батарею. Ну, хорошо, мы еще не меняли, возможно, сегодня мы ее поменяем. Да, но это мелкие косяки такие. Мелкие косяки, но у них порой выпешивает, но ничего страшного. Вот мой тут тоже приехал, вот это, например, мойка, да, для волос. И тоже получилось, вроде бы все подходит, но надо перепаивать трубы. Куча всяких нюансов, которые выползают, ты их не видишь с первого раза. Да, вот то же самое, например, с потолком, да? Мы почитали все эти спины, оказывается, нужно, чтобы потолок и стены были покрашены моющейся краской. Да, мы решили сделать потолок натяжной. То есть, ну, это тоже дополнительные расходы, недовиденные, но они есть. Да, и, кстати, еще такие вот моменты, да, то есть, которые вообще просто возникают, это, во-первых, должно оборудовать, вот мойку мы сделали для клиентов, а еще нужно мойку, которая, сейчас скажу правильно, называется, двухгнездовая мойка, то есть, там, где нужно замачивать парикмахер, то есть, там, где нужно замачивать инструменты. Да, парикмахер для инструментов, для обработки, да, и парикмахер еще сам должен поднимать один на руки, то есть, а потом там схемы, схемы, планы, то есть, как чем пользоваться, вообще все это, все это, вот какой большой здоровый список, порядка 12, кстати, пунктов. Вот и к нам в СЭС мы позвали первые, наверное, люди, которые в городе, по данным СЭСа, они сказали, вы, ребята, первые, кто нас позвали, ну, во время, ну, пока вы еще не открылись. По поводу затрат на СЭС, 1216 рублей, мы заплатили за то, чтобы к нам пришел сюда представитель, написал все вот эти нюансы, и сказал, чуваки, ребята, вот так надо все это сделать, даже рецикулятор потратили, деньги купили, вот просто, ну, конечно, воздух свежий, свежий, свежайший просто, что еще, цветы есть у нас, вот, да, нормально, даже совок, черт возьми. Да, в общем, у нас получается так, что скоро мы запускаемся, да, я еще хочу маленькую ставочку сделать, сейчас уже доделал мой сайт, тоже там, как раз у нас онлайн-запись, развиваем соцсети, тоже, кстати, идет подготовка сейчас, в плане реклам, потому что не пропускает, космические салоны, там, да, массаж, космические салоны вообще не пропускает, потому что есть определенные требования по АССу, то есть, что документы были, то есть, есть куча нюансов, какие возникают, в общем, что, мы приближаемся в итоге к сумме 100 тысяч, но вроде бы должны запустить, есть нюансы, но мы знаем, как их решить, поэтому мы не паримся. Работаем две смены. Две смены, да, Димка особенно. Галюна произносит. Ну что, на этом все, я извиняюсь, ждите наши, скажите, из эфиров наших детей, у нас еще будет эфир по массажному кабинету, очень хорошо будет. До новых встреч, пока-пока.